Без разницы, какая цена, какой вид наркотиков, это наркотик. У него цель поставить на колени и убить. Меня зовут Данил, мне 22 года, нахожусь в реабилитационном центре. Оказался тут со срывом, остался какое-то время чистым, выздоравливал, сорвался. К срыву шел очень долго, и это было для меня не взапно. Употреблять наркотики я начал в 13 лет. Как это случилось? Мы гуляли с ребятами, помню, по полю, курили сигареты уже тогда. Встретили парня, в общем, он был старше нас, и у меня был интерес уже с детства к наркотикам, что это такое, и вообще было интересным. И этот парень оказался тоже наркоманом, я спросил у него, можно ли достать как-то. Он обозначил там цену, мы с ребятами скинулись. Вот, он привез вечером наркотики, мы покурили. Там должна была быть марихуана, но это оказался спайс. И, в общем, в этот же день первому употреблению у меня случился передоз. Вот. Вот так прошло мой первый опыт употребления наркотиков. Ты помнишь первые ощущения? Да, я помню, что после первого употребления, первого вдоха у меня вообще ничего не было, никаких ощущений. У меня была мысль, что надо, видимо, еще. И, в общем, я выкурил очень много. Я помню ощущение, что меня повело назад, побеляло все в глазах, зарябило, тяжело было дышать. И я упал. Все. Ну, я думаю, что это случилось из-за того, что я слишком много покурил. Был страх, что это повторится, и я какое-то время не употреблял. Но в какой-то момент все-таки решил еще попробовать. И тогда я ощутил, ощутил кайф. Вот. Где-то к четырнадцати годам я начал уже выпивать алкоголь крепкий. Ближе к четырнадцати годам, к пятнадцати, я учился в школе. Мы с одноклассниками собирались там у кого-то на квартире. Вот. Первые попытки, так сказать, отдохнуть, тусануться, как взрослые ребята. Вот. И чаще всего они заканчивались тем, что я просто напивался. Да и всегда так. Весело? Было весело, было весело в начале. Было не весело, когда был слишком пьяным. Не хочется смотреть честно на себя, как бы, и видеть себя вообще, какой я есть. На самом деле. А так было весело, было где-то не весело. Было осуждение со стороны родителей. В четырнадцать лет отец ушел из семьи, как бы, и мое употребление, как бы, веществом. В алкоголе, наркотиков. Оно создавало мне впечатление, что я могу себе это позволить, что это нормально. Но на самом деле просто хотелось заглушить эту боль и отомстить как-то. Ну, сейчас уже налаживаются, а в подростковом возрасте это, ну, неплохие отношения, в принципе, до момента, пока я не стал употреблять наркотики и таскать из дома. Моей матери очень было тяжело проживать расставание с отцом и его уход, хотя, в принципе, она сама его выгнала. Я пытался ее поддерживать, как-то отца вернуть в семью, как бы, и у меня не получалось. Я винил то ее, то его. Думал, что я что-то могу изменить и проконтролировать. Вот. Отношения с матерью стали противиться, когда я начал употреблять наркотики, она об этом начала подозревать. Я в семнадцать лет попробовал соли, употреблял их там на протяжении полугода. Не знал вообще меры, я думал, вот это мой наркотик. Меня он так быстро поставил на колени, что я даже не понял этого. Соль? Да, соли. У меня было разделение какое-то в начале моего употребления. Что-то там понюхал, там покурил и как-то разделял еще ощущения. Но в конечном итоге это стало вот что-то похожее на то, чтобы просто употребить. И как бы я не понимал прикол от героина, я не понимал прикол от мефедрона уже. То есть после солей любые наркотики кажутся уже не теми. Соль это очень такой наркотик, который дает возможность ощутить все возможные кайфовые ощущения, безмятежность, ощущение всемогущества, уверенность в себе, любви, дать уверенность в себе. Но и тот же момент потом это все забрать и больше не возвращать и не отдавать обратно. Первый раз я попал курением, потом продолжал нюхать, курить. И вот за 19 лет начал каловаться. Я после первого вдоха ощутил волну прилива сил. Я чувствовал... Подожди, что такое волна прилива сил? Ну, вот бывает хорошее настроение, когда хочется чем-то заниматься. И вот если вот это желание умножить десятикратно и еще придать к этому уверенность в себе, какое-то вот это ощущение выше себя других и ощущение роли Бога, что я все могу. Я вообще, блин, классный чувак. Что у меня все получается. И вот эти ощущения у меня были. Но такой момент был, когда я первый раз покурил, я был с товарищем и вот еще был товарищ один. Он должен принести другие наркотики, но оказались только эти. И я не знал, что это соль. Он сказал, что это копия кокаина, в общем. Но оказалось, это соль. И у меня товарищ после первой затяжки побледнел. И хотя он спортсмен, там, КМС по кикбоксингу на мастера спорта. И, в принципе, ну, из наркотиков он только, ну, марихуану покуривал иногда и выпивал. А от этих наркотиков он посинел, повреднел и, в общем, присел как бы на землю. А меня с первой затяжки это приподняло. Хотя я крайне не спортивный был. И, блин, очень, очень вел такой образ жизни, что алкоголь, там, сигареты, то есть курение, то есть табака. И это меня тоже удивляет по сей день, как так произошло. И все-таки, имея понимание, что предрасположенность к зависимости, она имеет место быть. И уже, видимо, моя толерантность к такому наркотику была на уровне, как бы, что я почувствовал себя нормально сразу. А не как человек, который не употреблял в жизни тяжелые наркотики, там, не курил сигареты. И вот иногда покурил марихуану, там, алкоголь попивал может. То есть такое различие у меня присуще. Меняются, меняются наркотики, в том плане, что каждый раз я не знал, какой наркотик я подниму в закладки. То есть что-то схожее всегда было, но не было всегда одного и того же. И по ощущениям, вот, первое употребление и последующее, там, ну, месяца два-три я еще чувствовал, там, мог как-то, там, раз в три дня, там, раз в неделю с ребятами, как бы, ну, поупотреблять. А спустя полгода, когда я вынес все золото из дома, когда я подздавал телефоны, там, ну, наворвал денег из дома, как бы. Это желание тяга к наркотикам, что и она не отдавала, не отпускала меня. И я думал, что я смогу как-то все изменить. И уже были ощущения только параноидальные. То, что где-то кто-то подставит, где-то кто-то примет. И уже были причины для этого, причины были беспокоиться. Вот, на тот момент у меня уже шло следствие, первая судимость. И мне было страшно, что меня поймают. Ну, я ходил всегда с наркотиками как-то налегке. Вот первый год до момента, пока не начались аресты. Конечно, бывает. Очень часто это присуще мне вообще, как зависимому человеку. Если, в принципе, мне кажется, каждый человек себя жалеет. И это нормально, самоуспокоение. Вот. Но на сегодня, как бы, я стараюсь отдаляться от этих чувств. Потому что, когда я начинаю жалеть себя, я не хочу ничего делать. Мне хочется в такой степени погружаться в это. И падают руки. Хочется употреблять такие моменты. Срыв – это как смерть. Это вот последний срыв мой, он был кратковременный. Там я меньше двух дней был в срыве. Я позвонил товарищу, анонимному тоже, другу. Я звонил всем подряд, кому мог. И попросил, чтоб я просто, он вызвал там, кого-нибудь. И чтоб меня прокапали хотя бы. У меня деньги были. Я понимал, что я, если выйду сейчас с того места, где я употреблял, от этих людей, то я не вывезу один. Одиночество меня разрушало изнутри. Я расстроился на хорошую работу. Куда? Кем? В ресторан. Поваром. В принципе, мне работа-то нравилась. Как ты работал? Ну, с ноября того года. По март, получается. Ты снимал квартиру? Ну, комнату, да. А кто у тебя, с кем ты общался? Круг общения у меня складывался только, ну, из-за анонимных, зависимых. Стали появляться в жизни новые знакомства. Я очень часто любил поиграть в компьютерные игры в компьютерных клубах. Там обождал какие-то новые знакомства. И, в общем, в принципе, в жизни у меня был очень узкий кругозор. Я не знал просто элементарно, о чем с людьми можно поговорить. Вообще, что им интересно. И мне очень было всегда страшно начинать знакомство какое-то. Ощущение было то, что я не такой, как все. Что у меня там какой-то лишний вес, там, живот. И вот до такого доходило. И вот как раз таки жалость к себе, что я не обрету счастье в жизни. Что я снимаю там на Ваське комнату коммуналки. То, что, блин, работа мне на самом деле не нравится. То, что, в принципе, такого, как я, мало кто полюбит наркомана, там, уголовника. Вот. От этих переизбытков ощущений, как бы чувств, мысль, падали руки. Я переставал заниматься там по шагам. Реже стал ходить на собрания. И моя низкая самооценка, как бы, давила на меня в том плане, что... Я был уверен, я куда бы ни посмотрел, на какого бы человека не обратил бы внимание. Я в нем находил только положительные качества там, а в себе как бы видел минусы. Было тяжело. Я помню, как мы с матерью поехали в Чехию, в Прагу. Мне было 11 лет. Вот. Было клево. Вообще, часто мать вытаскивала меня из России куда-то за границу. И... Тяжело вспомнить, что там было, но я помню, такие, там, рок-фестиваль, там, байки, то есть, чехи. И... Из такого... Помню, как у меня первый раз получилось поехать на велосипеде. И я, помню, кричал папе, что у меня получается. Вспоминаю это все сейчас со слезами на глазах и... Почему? Ты думаешь, это еще вернется? Да. Да. Надеюсь. А какая у тебя мечта? Жить без наркотиков. Жить без наркотиков.